Здравствуйте, дорогие зрители! Продолжаю свои заметки об Индии. И сегодня я пришёл в ресторан, заказал себе блюдо и услышал вопрос. Not spicy? Я ответил, not spicy. Окей? Окей. Приносят мне это блюдо? Точнее, не приносят даже. Я просто сижу, жду, когда принесут. Обычно приносили. В этот раз не принесли. Оно стоит. Хорошо. Ждёт меня. Мне, значит, там везде люди есть. И кто-то показал, что из работников, что блюдо тебя дожидается. Хорошо, я забрал блюдо, начал его есть. Всё очень вкусно и всё очень остро. Язык горел просто. И до сих пор я не могу напиться. Я пью сегодня целый день. Воду, чай. Но ничего не помогает. Вот такое острое блюдо. Принесли мне также вместо вилки и ложки две вилки. Две вилки принесли. Вот такая Индия. Страна интересная. Кто-то спрашивал насчёт того, едят ли в Индии говядину. Не едят. Единственное, как мне рассказали, что в одном месте, только на границе с Китаем, едят говядину. Потому, что там китайцы живут. Ну, те вообще никого ни во что не ставят. А вот во всей остальной Индии говядину не едят. Корова – священное животное. И вот я подумал о том, что, конечно, что может христианство дать людям, которые корову сделали своим богом, а заодно и обезьяну тоже, хануман. И вот здесь коровы повсюду, на мусорных свалках они питаются. Вот священное животное, которому поклоняются. Вообще, немножко перевернутый мир такой. И пофигистский, и инфантильный, и немножко шизофреничный. Поэтому Индия – это рай для шизиков. Вот я думаю, тут шизикам очень понравится даже. Ну, люди спят на улице, антисанитария. Люди не моют руки. Вот я удивился. На свадьбе я был и собрались люди, сели за стол сразу. Я не видел, чтобы люди руки мыли. Никто не моет. Я, единственное, я купил вот этот вот санитайзер и обработал руки. А больше никто этого не делает. И они едят руками, естественно. Ну, ни с кем ничего не происходит, потому что пища, она вся очень острая. Там очень много специй. Поэтому специи убивают все бактерии. Вот. Поэтому можно есть руками грязными, можно облизывать пальцы. Ничего не случится. никаких там проблем не будет ни в полости рта, нигде. Вот. Это наблюдение. Потом, что касается здесь. Да, что еще интересного? Что еще интересного? Фрукты здесь. Вот. Сегодня я купил питай. Очень вкусная питай. Но есть уже завтра буду. Вот. Все по доступным ценам. Все доступно. В принципе, все доступно. Все очень интересно. Здесь везде люди очень проактивные. Видят иностранца, сразу берут в оборот. Приглашают свой магазин, пытаются какую-то услугу оказать и так далее. И вот Джайпур является столицей драгоценных камней. Здесь они на каждом шагу. Ну, в основном низкого качества здесь. О драгоценных камней я хочу вам сказать. То, что я видел. И после моей поездки в немецкий городок Идер-Оберштайн на выставку драгоценных камней я уже немножко разбираюсь. И конечно здесь камни топового качества это редкость большая. вот и такой огранки хорошей, потому что гранят они вручную на глаз. Я вам показывал, вы видели, даже дети этим занимаются. Ну, и взрослые, и дети там с утра до ночи. Вот, чтобы заработать себе. Кстати, насчет заработать. Зарабатывают здесь всеми возможными способами. и вот я считаю, что не те бляди, что хлеба ради. Вот бляди, это политики, которые отправляют людей на войну, и как пушечное мясо, и масс-медиа, которые пропагандируют войну, и зомбируют людей, и просто отупляют. Вот это. А те, кто работают в массажных салонах, это сексотерапевты, которые приносят людям радость. Поэтому у меня такое отношение. Так что давайте не будем такими высокомерными людьми. Кстати, насчет высокомерия. Вот мне сегодня рассказали, я спросил, а почему мусульмане не носят здесь вот такие золотые украшения? Мужчины не носят. Ну, максимум там, что они себе позволяют это серебро носить, такое серебряное кольцо, может быть, с камнем, каким-нибудь с какой-нибудь иранской бирюзой. Вот. А золото не носят. Почему? А потому, что, а для того, чтобы как бы не гордиться перед бедными своим богатством. Я говорю, ну, вот у вас же дома-то четырехэтажные такие. Ведь у вас есть машины, у вас есть жены ваши носят украшения золотые, ну, все же знают, как вы живете. Вот, нет, жены можно, к тому же они это носят только во время свадьбы чьей-то родственника. А так все остальное время они ходят вот в этих черных платьях с покрытой головой в хиджабе, в паранже их даже не видит никто. Все скрыто. Все скрыто. Все, все, что они имеют, все скрыто от посторонних глаз. Это знают только и видят только родственники ближайшие. Вот так вот. Вот такое отношение. Ну, немножко лицемерное, конечно, как и любая религия, но тем не менее посыл поднятен. Так что вот жизнь здесь такая и здесь люди очень общительные. Общительные люди. Общительные. Меня тут постоянно окликают, здороваются. но по-английски говорят они очень плохо. И в основном тут люди знают только один язык. Это хинди. И даже на хинди они, как мне рассказали, говорят так плохо. Многие. На смеси языков. А кто-то даже и хинди не знает. хотя это государственный язык. А в Индии много языков, много разных таких групп языковых. так что тем не менее Индия в себя вбирает все это. И никаких проблем с этим нет. С тем, что люди сосуществуют. Индуисты с мусульманами. Все нормально. Вот. Единственная проблема это для туристов. Для таких как я, которые не привыкли к тому, что в 6 утра завывания Мойдзина, 8, колокольный звон и раздающийся из индуистского храма. Жену как-то рановато, рановато. Особенно когда ты со свадьбы вернулся в 3 часа ночи. И в общем хочется спать. Время в Индии очень интересное. Тут обычно говорят 2 минуты, 2 минуты. Но конечно двумя минутами не обходится. И эти 2 минуты ожидания могут легко превратиться в полчаса, час. Вот. Поэтому следите за временем и не не давайте никому вашим временем вот не позволяйте не теряйте ваше время. Не позволяйте другим вашим временем распоряжаться. не теряйте ваше время. Я да вот ну что мне тут обещают еще урок йоги дать. Посмотрим как это получится все. И наверное будут еще открытия. Будут еще открытия. Я буду о них рассказывать и что-то показывать. Я стараюсь это увидеть что-то интересное снять на видео и вам обязательно показать. Надеюсь что вот жизнь в Индии вдохновила меня на создание двух таких стихотворений для песен. Вот надеюсь что выйдут и новые песни вдохновленные Индией и они довольно-таки веселые про любовь конечно и про все прекрасное. И наконец Индия ну зимой конечно здесь прохладно прохладно ночью в северной Индии можно даже замерзнуть особенно вот если в пустыне вот я был в пустыне например и я там в куртке был в зимней куртке в которой я хожу которую я одеваю при минус там 15 градусах например да вот я в пустыне ходил хотя температура была плюсовая ну вот холод в городе чуть теплее но все-таки можно без куртки но беззимний но нужен свитер все равно теплый а летом тепло а днем тепло и можно даже загорать я немножко загорал сегодня на террасе отеля где я записал ролик и ну что там единственное ну вот обезьяны могут побеспокоить прибежать так что нужен глаз да глаз ничего не оставлять вот потому что обезьяна может украсть вот и в общем все очень интересно здорово мне нравится и конечно самое и интересное все-таки все-таки в этом во всем во всех этих плюсах и минусах зачем это все есть а затем чтобы оторваться от той привычной среды которая просто становится болотом болотом поэтому необходимо путешествовать поэтому вот о чем люди жалеют когда такой опрос проводился в частности о чем жалеют о том что мало путешествовали вот нужно путешествовать нужно и нужно сломать эту привычку потому что на самом деле именно путешествие помогает нам принять наш то ту среду обитания в которой мы находимся именно путешествие помогает нам когда мы возвращаемся уже или смотрим уже немножко по-другому потому что мы меняемся путешествие меняет всех это здорово это прекрасно в этом огромная трансформационная сила и потенциал путешествия путешествовать надо с погружением конечно я бы хотел например приехать в Индию и пойти на курсы языковые например да поучить хинди окунуться ну я окунулся конечно и так но без такого языкового погружения правда но английский язык да и английский индийский индийский английский язык это немножко другое это совсем другое вот но мы понимаем друг друга значит и вот посмотреть на свою привычную среду немножко другими глазами и это очень помогает принять ее потому что когда ничего не меняется когда одни и те же люди везде ведь власть не меняется да по сути ничего не меняется человек в принципе беспомощен изменить этот мир и ту среду обитания в которой он находится и эта среда может его убить даже если он начнет с ней бороться нельзя изменить мир но его можно принять и вот благодаря путешествиям мы учимся принимать принимать этот мир наш собственный мир который нам осточертел надоело все надоело видеть одно и то не то что не задевает сознание показуха это да эти это глупость это ведь вот здесь это тоже очень заметно что по сути люди это программы программы знаете все одинаковое поведение одинаковые мысли одинаковые способы обмана все одно и то же все как под копирку оригиналов ну нет практически поэтому конечно появление такого такой личности как например Джиду Кришнамурти это это феноменально феноменально тут и не знают даже про Джиду Кришнамурти многие это проблемы образования люди не образованные да и образованные у нас и не знают про Джиду Кришнамурти хотя это один из оригинальнейших умов 20 века наряду с Георгием Гурджиевым вот и вот это все вот это вся эта среда эта сериатина пошлость однообразие запрограммированность люди везде одинаковые везде программы люди везде запрограммированы поэтому они несчастны и сами это уже все маски если кто-то там улыбается как-то вот выглядит да одеть с иголочки это просто маска на самом деле мы с вами знаем что те кто имеет безупречный внешний вид да также внутри большие тараканы большие демоны внутри сидят у этого человека так что нас то не проведешь на этой мякине на этой пыль в глаза не пустишь нам вот но то что люди говорят не задевает сознание никакого а если не задевает сознание то что они говорят это означает что общение неглубокое а это путь к депрессии путь к депрессии вот поэтому это весь ужас и вот вырваться из этого помогает путешествие вырваться и стать более самостоятельными потому что здесь вот предоставлен себе сам должен организовать свою жизнь куда-то поехать что-то найти что-то посмотреть и так далее вот так что обязательно путешествуйте обязательно это в этом плюсы огромные есть и для вас то есть вы меняетесь сами вы меняетесь сами меняется ваше восприятие ну и вы смотрите на 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 свою на свои родные пенаты уже по-другому немножко понимаете я вот думаю знаете о чем я думаю вот о чем я сейчас подумаю вот эти священные коровы холи каус ведь где они возникают когда они возникают они возникают вот эти феномены кумиротворчества когда люди нигде не бывают и никуда не ездят многие индусы не могут никуда поехать и даже по Индии они не ездят не говоря уже о том чтобы поехать за границу потому что у них нет таких возможностей финансовых нет денег а то и желания и вот здесь то у людей которые меньше всего путешествуют больше всего богов вот они создают этих священных коров в себе занимаясь совершенно это же полное безрассудство это же полная шизофрения это же сумасшествие люди сходят с ума когда они не выходят за рамки своего государства своей культуры своего вот этого болотца и такое же сумасшествие мы наблюдаем и в других странах где люди не имеют загранпаспортов не ездят никуда и что там вот агрессия это да ведь агрессия агрессия нужна нам она должна быть направлена на достижение цели на изменение собственное если этого не происходит на познание мира познание себя если этого не происходит то вот куда эта агрессия направляется на кого на самих себя и на других аутоагрессия и и вот где-то алкоголизм да процветает где-то агрессивное поведение ненависть самоненавистничество а где-то религиозный фанатизм а где-то такая глупость как игра в демократию вот игра в политику политизация всех сторон жизни такая же религиозная вещь политика государства государство держится на вере только на вере граждан вот но в христианстве христиане в государстве кто граждане пожалуйста и там и там есть свои авторитеты да и там и там есть свой закон закон божий и закон светский конституция любая система это система власти и и и поэтому держится на вере опять же и там и там первые фейковые новости это в библии сейчас это масс медиа по сути что конституция это священное священное писание да тоже не соблюдается и и и тоже противоречиво и тоже самое главное это противоречит реальности к реальности отношения не имеет вот то же самое там разные служители там фемиды да тоже священнослужители по сути масс-медиа тоже обслуживают власть как и ну вторая древнейшая профессия вот и от силу этого становится невыносимо и тошно и древние цивилизации древние цивилизации погибали по одной причине люди теряли интерес к ним вот то же самое сейчас идет вырождение смертность превышает рождаемость потому что люди теряют интерес к своему государству ну не интересно не интересно одно и то же одни и те же одно и то же программы которые не способствуют развитию человека наоборот наоборот убить все живое задавить вот этим повторением одного и того же одних и тех же одних и тех же мантр только светских ну и отправить людей на бой вот значит поэтому путешествуя мы можем выйти освободиться от собственного этого болота этой культуры своей этой своей этого государства кстати говоря вот смотрите Индия сейчас на первом месте в мире по численности народонаселения первое место Индия обогнала Китай что же в Европе происходит почему не рожают а потому что конкурируют с мужчинами потому что у женщин власть есть власть как писал классик это самая самая серьезная болезнь сильнее всего уродующие людей вот когда женщины захотели власти и начали конкурировать с мужчинами доминировать они больше ничего не хотят они не хотят рожать они не уважают мужчин здесь с детства девочек приучают к уважению мужчин с детства девочки уважают мужчин их учат общаться с мужчинами быть обходительными и так далее и их учат быть кроткими кроткими вот это прекрасно это прекрасное качество женщины для женщин это кротость у нас же сильные женщины а что такое сильная женщина она обязательно будет унижать мужчину она обязательно будет доминировать ей мужчина не нужен смотрит на него как на конкурента которого надо задавить какие отношения могут быть с этой женщиной какая семья может быть какие дети вы что это мать одиночка она запрограммирована быть такой потому что она сильная потому что она сама все сделает справиться ей мужчины не нужен в этом ужас весь в этом ужас так что вот Индия в плане численности народа первое место потому что здесь женщина подчинена мужчине и правильно не надо работать женщине не надо мужчина работает женщина дом за дом отвечает за уют за благополучие за детей и так далее это я считаю правильная модель конечно есть и самореализация и но надо здесь здесь нужен баланс баланс женщина может вместе с мужчиной работать в его ферме в его компании так что помогать мужу опять же по работе и помогать приносить доход увеличивать доход его фирмы пожалуйста вот но так что вот в этом плане мне очень это все нравится и нравится путешествие путешествие потому что я могу вырваться из той среды в которой я нахожусь и никому не идет на пользу долгое пребывание в одной и той же среде социальной никому к сожалению все быстро надоедает человеку и потом еще либо привычка появляется привыкание такое тоже нездоровое и зона комфорта тоже она мешает зона комфорта так ничего не происходит и неспособность посмотреть по-другому на то что происходит может обернуться просто и какими-то нервными срывами болезнями психосоматикой вот так что для этого и существует я думаю так много культур чтобы мы их изучали чтобы мы перемещались чтобы мы погружались в них чтобы мы изменялись и чтобы мы могли развиваться вот самая большая проблема проблема номер один это то что никто не заинтересован в нашем развитии и даже мы сами и мозг наш так устроен что он тяготеет к экономии и языковых средств вообще не хочет работать мозг надо уметь обмануть кстати говоря вот чтобы он работал и вот эта незаинтересованность в развитии это страшно это страшно вот представьте что никто не заинтересован в вашем развитии значит все хотят чтобы вы были идиотами и кретинами так вот ужас это ужас просто поэтому если вы не возьмете все в свои руки и не займете проактивную жизненную позицию то ничего в вашей жизни к лучшему не изменится вы не поймете тогда что такое жизнь но меняться все равно все будет к худшему тогда только потому что на месте ничего не стоит вот так что вот такие мои мысли сегодня и я я рад что я так уехал и надеюсь что я весь год следующий и вообще всю оставшуюся жизнь буду путешествовать много и изучать мир познавать себя и познавать окружающий меня мир прекрасен и это самое интересное для этого и существуют все эти разные культуры чтобы нам было интересно жить чтобы мы чтобы мы были свободны от известного самое страшное это известное вот когда нам крутят одни и те же песни показывают одни и те же фильмы говорят одно и то же ведь представляете какой это ужас что из поколения в поколение люди говорят одно и то же вот как у нас здесь комментируют зрители ролики с участием бывшей монахини допустим и они все говорят одно и то же что сказал Иисус Иисус сказал вот это где ваши там мысли почему вы повторяете чужие мысли но он был если он был допустим был он такое говорил но вы это живите своей жизнью ваши собственные мысли генерируете свои идеи свой жизненный путь зачем вы постоянно цитируете других и вот обожествили поклоняются и по сути сами собой ничего не представляют это кстати форма самообмана идентификация называется я верующий человек вот Иисус вот в Иисуса верю вот он нас спас да ничего абсурднее этого нет это же то же самое как поклонение коровам и обезьянам ничего абсурднее нет вначале было слово из чего оно было это слово то есть а слово то как появилось как речь появилась язык надо чтобы сознание появилось мысли где мысли и сознание возникают но в голове человека надо чтобы человек появился значит по сути человек был вначале и он и создал это все своими мыслями да в том числе и Бога кто же кто же в этом признается из верующих в том что человек придумал Бога нет нет это не человек это Бог нас создал а не мы Бога вот так так вот так что видите абсурд мир абсурден иррационален и поэтому такие вещи происходят абсурдные и иррациональные и разум это большая редкость вот и поэтому вот эти священные коровы они везде по сути вот здесь они на мусорных свалках и священные коровы в виде политиков попробуй скажи о политике что-то ой-ой-ой это священная корова вот попробуй там покритикуй какую-нибудь священную корову тут же перекроют кислород вот священных коров себе насоздавали из масс-медиа политиков каких-то ученых там да он ученый он может быть в своей области специалистом но во всем остальном он может быть полным кретином идиотом тоже из них сделали и они высказываются обо всем на свете вот просто с этим пылом их ученым насколько это все соответствует действительности лучший вопрос то что они говорят да мир абсурден вот и вот эти священные коровы конечно вот очень хорошо вот Индия очень здесь здорово просветляет насчет власти авторитета вы вот представьте себе только что корова священные животные что это авторитет что ей поклоняются вот так вот и у нас тоже насоздавали священных коров там президенты политики еще кто-то люди из себя создают священных коров тоже претендуя на авторитет женщина например которая хочет конкурировать с мужчиной она себя считает священной коровой да себя считает такой и какая у нее кротость откуда кротость будет вот как раз скромность кротость это очень украшает человека но подлинные конечно не наигранные подлинные вот отсутствие эго и как мешает гордыня вот я на консультацию ведь все проблемы из-за гордыни мы когда мы обсуждаем тему на программе разрушительных чувств и мыслей мы там говорим и о гордыне тоже тоже обязательно вот так что не хочется жить в мире священных коров хочется хочется жить в мире добра доброты открытости мудрости веселости радости отсутствие эго вот братство братство вот здесь кстати есть немножко это ощущение братства вот здесь так и обращаются бро бро брата ну и но тем не менее есть и это и этот фанатизм да абсолютно шизофреничный поэтому любая власть она шизофренична поклонение власти это это оно тоже шизофренична идти на войну и погибать на войне ради чего это абсурд это абсурд у нас на полном серьезе идут и умирают вместо того чтобы прожить интересную жизнь выучить языки попутешествовать открыть свой бизнес создать семью воспитать детей раскрыть свой творческий потенциал люди идут и убивают друг друга ужас и это все как раз благодаря существующим священным коровам авторитет боже упаси боже и как они все претендуют на авторитет все и как держат этот авторитет на силе на страхе на зомбировании на обмане и на угрозе применения силы на вот этом насилии по крайней мере психологическое насилие оно остается и угроза физического тоже вот так в любой стране в любой вот в каком мире мы живем и вот вот такие мысли здесь ко мне приходят удивительные вот как раз сегодня священные коровы вот я шел сегодня видел этих священных коровок этих богов которые пасутся на свалках мусорных то же то же самое и боги где эти боги на мусорных свалках человеческих душ вот так а вот это вот так хорошо быть свободным от всего этого и свобода это свобода мысли то есть это незапрограммированность допустим Джиду Кришнамурти был свободным человеком и все те у кого нет этих программ это свободные люди вот мы избавляемся как раз на консультациях на программах моих от программ вот тут немножко автология да давайте назовем консультации на консультациях на сессиях психологических избавляемся вот от этих программ которые установлены в человеке и мы становимся тогда свободными вот в чем наша цель свободных